МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Госжилинспекция Александр Белоусов проверил качество дезинфекции подъездов в Винном. Здесь твердая четверка, может быть, даже с плюсом. Соблюдают ли жители режим самоизоляции? Сотрудники полиции и общественники проводят профилактические рейды. Мы с утра очень рано выходим, пока нет никого. Потом заходим домой, сидим дома. Апрель – время, когда начинается уборка территории Ленинского городского округа после зимы. А потому для муниципальной организации Дорсервис наступили горячие деньки. В виде ни одного только отдела благоустройства этого предприятия находится более миллиона двухсот тысяч квадратных метров различных территорий. Из-за режима самоизоляции, которого придерживаются многие жители муниципалитета, личного транспорта на улицах стало меньше. А вот уборочной техники прибавилось. В настоящий момент предприятие Дорсервис начало активную подготовку к летнему сезону. У нас около 150 единиц специализированной техники. Она вся участвует в работе. Есть техника, которая работает ежедневно в круглосуточном режиме. Есть техника, которая привлекается по необходимости. Но она тоже находится в исправном боевом состоянии и готова к работе. Парковка у жилого комплекса «Видный» – раннее утро. Многие автолюбители остались дома, а потому транспортные средства создают некоторые проблемы для рабочих. Но они относятся к подобным трудностям с пониманием и делают свою работу. Парковка действительно передана управлению оперативной МБУ Дорсервиса. Занимаемся уборкой ее мы. На данном этапе, весеннем, мы сейчас ее приведем, эту парковку, в порядок. Уберем весь мусор, весь смед, все окосим, сделаем красиво. На каждом подобном участке, а их в Ленинском городском округе немало, работает бригада из 5-6 человек. Всего же в работах по благоустройству задействовано более 650 сотрудников Дорсервиса. Отдел благоустройства Дорсервиса обслуживает 1 миллион 200 тысяч квадратных метров различных территорий. Пока многие люди живут в режиме самоизоляции, но скоро сложные времена закончатся, и выйдя на улицу, хочется увидеть чистоту и порядок. Увидеть люди захотят и красоту, и в этом направлении уже сейчас ведется активная работа. Мы готовимся к высадке однолетних растений, многолетних растений, кустарников, деревьев. Это уже закупаем, делаем эскизы того, как будут выглядеть наши клумбы и общественные пространства, и в соответствии уже с этими эскизами подбираем ассортимент растений. Перед выходом на работу все сотрудники проходят строгую медицинскую комиссию и оснащаются средствами защиты. Максим Козлов, Евгений Садовский, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов проверил качество дезинфекции подъездов в Видном. Вооружившись влажными салфетками, он оценил частоту тех элементов входных групп и первых этажей, к которым чаще всего прикасаются жители. Какую оценку поставил ревизор из ГЖИ, расскажем в нашем сюжете. Улица Советская, дом 2. Первый адрес, по которому отправился заместитель руководителя областной госжилинспекции Александр Белоусов с проверкой качества частоты подъездов. В сегодняшнее непростое время этому вопросу уделяется особое внимание, а потому и требования повышены. Немножечко попались у нас, и вот здесь уже облако стоит. Двери хлопнули, стукнули. Все посыпалось. Все посыпалось, мы открыто вдыхаем, и со всем этим мы пошли домой. В подъезде чувствуется запах хлора, значит уборка проводилась. Хотя запах не всегда показатель. Многие управляющие компании пользуются дезинфицирующими средствами без хлора. Показатель – чистая салфетка. Но в этих домах оценка проверяющего – 3 с минусом. Делегация перемещается в микрорайон Купеленка, северный квартал, дом 17. Александра Белоусова встречает старший по дому. К нему и вопросы. Как жители отзываются о проведении таких мероприятий? Все довольны. Даже жители есть такие, которые выходят, помогают сами. В соседнем доме дезинфекция в самом разгаре. Уборщица Диля тщательно протирает поверхности специальным раствором. На каждый подъезд требуется немало времени. Один час. В день. В день. Один час. Это уборку. Первый этаж. Первый этаж. А один раз в день делаете? Каждый день. Здесь оценка нашего ревизора значительно выше. Здесь твердая четверка. Может быть даже с плюсом. По словам Александра Белоусова, главное не наказать за некачественную уборку, а разъяснить, какие имеются недоработки. Управляющая организация, либо те или иные граждане, которые проводятся на обработку, возможно, не во всех случаях обращают внимание именно на то, что стоит продезинфицировать. А путем вот таких выездных мероприятий, путем такого контроля, можно обратить внимание на контур дверей, как мы сегодня с вами видели, на электрощитовые, на те участки, где оседает пыль. Я тоже решила сегодня побыть в роли ревизора. У меня есть салфетки влажные. Я сейчас проверю, насколько чист этот подъезд. Мне кажется, чисто. Конечно же, ответственность сегодня не только на коммунальщиках, но и на каждом жителе. Ведь, согласитесь, несложно, выходя из дома, пройтись влажной салфеткой по перилам, дверным ручкам и кнопкам домофона. Это наша с вами безопасность. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Пока все сознательные граждане сидят по домам, на улицу выходят сотрудники полиции и общественники для проведения рейдов на предмет соблюдения жителями режима самоизоляции. Вместе с ними в еще недавно людные места города Видное вышел наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках профилактических мероприятий во время объявленного властями режима самоизоляции сотрудники полиции вместе с казачьей дружиной проводят совместные рейды. Главная цель – напомнить жителям округа о необходимости соблюдения правил безопасности. Вежливо к ним подходим, представляемся и информируем о том, что существует такой режим самоизоляции. И если мы видим граждан старше 65 лет, мы вручаем уведомления о том, что необходимо находиться на таком режиме. Рейды проходят в тех местах, где наблюдалось массовое скопление граждан до введения ограничительных мер. Советский проезд практически опустел. Сейчас здесь изредка можно встретить одиноких прохожих. Желательно находиться дома. И как раз в вашем случае вы можете выходить на работу, если вы являетесь сотрудником непременно действующей организации. Ну и соблюдать, соответственно, меры предосторожности. Желательно масочку одевать, перчаточки. Каждому жителю сотрудники полиции выдают на руки уведомления информативного характера, где перечислены все допустимые случаи, когда можно покидать свои квартиры. Это оказание медицинской помощи, походы в продуктовый магазин или в аптеку, выгул домашних животных вблизи дома. Я поддерживаю это, конечно. Мы сидим дома, только вот магазин. Я хожу, соблюдаю маски. В целом люди с пониманием относятся к подобным рейдам ввиду сложившейся ситуации. Обязательно должно быть, а как же? Чтобы меньше народу было. Тогда соприкосновений будет меньше и заболеваний меньше будет. На набережной реки Купеленки тоже немноголюдно. Однако и здесь можно встретить местных жителей. Они хоть и выходят на улицу, но стараются сохранять социальную дистанцию. У меня взрослые родители, которых мы уже месяц не видели, потому что к ним не ездим. Только передаем продукты, и на этом наше общение заканчивается. Я думаю, что чем больше людей будет оставаться дома или как минимум сократить свои выходы, тем ситуация будет лучше. На прошлой неделе были закрыты все детские площадки, но до сих пор здесь можно увидеть недисциплинированных родителей. Мы с утра очень рано выходим, пока нет никого. Потом заходим домой, сидим дома. Молодой маме было сделано замечание, а детскую площадку оградили специальной лентой. Режим самоизоляции продлится до конца месяца. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Потихоньку привыкаем к домашнему заточению. Вдруг откуда-то появляются дела, вспоминаются давно позабытые увлечения. В общем, скучать-то оказывается и некогда. Герой нашей рубрики «Вместе дома» тому подтверждение. Творчество не имеет границ. Ему нипочем запреты. И даже в период самоизоляции творческие люди умеют находить вдохновение и заставляют ситуацию работать на себя. Художественный руководитель актерской школы «Волна» Алексей Мельников на собственной лоджии оборудовал что-то вроде гримерки и театральной мастерской. Дома я дорабатываю некоторые элементы в виде небольших растяжек с призывами детских фантазий и мечт. Знаменитый клоун Алекс успевает и публику посмешить онлайн, и почувствовать себя поистине домохозяином. Добрый день, дорогие друзья. Соблюдаем условия карантина. Все на самоизоляцию. Нет места. Лучше дома. Оставайтесь дома. Отдыхайте, мужики. Многие жители Ленинского городского округа, как знаменитые, так и просто обычные люди, имеющие полезные занятия в жизни, готовы делиться своими знаниями и умениями. Так олимпийский призер Евгений Рылов предлагает ежедневно заниматься гимнастикой. Помогает ему морально его домашний питомец. Можно делать вот так вот. Кто только начинает довольно-таки простое упреждение, кто уже посильнее, можно усложнить сгибаться больше. Еще одно полезное занятие – самомассаж. Профессиональный массажист Дарья покажет, как сделать такой массаж правильно. Начинаем по массажным линиям. Разглаживать мышцы. Ну и напоследок. Люди стали ближе, хотя и соблюдают социальную дистанцию. В этой непростой ситуации стараются, как могут поддержать друг друга и докторов – истинных героев нашего времени. Если вы хотите рассказать о своих интересных делах, присылайте видео к нам на почту видное-тв собакамайл.ру и не забудьте указать телефон для связи. Вместе дома мы сможем многое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. Проект «Стихи живут повсюду» стартовал в июне 2019 года. В ходе акции творческие и трудовые коллективы города читают стихи военных лет. Присоединились к ним и воспитанники военно-патриотического центра застава. Послушала чтецов Александра Столярова. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем во Мнимку четверо рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Одиннадцатыми участниками поэтических чтений «Стихи живут» стали воспитанники военно-патриотического центра застава, которые прочитали стихотворение Риммы Казаковой. Историю Великой Отечественной войны они хорошо знают, поэтому идею принять участие в проекте ребята поддержали. Ребята, наверное, увидели какое-то такое историческое отражение самих себя, так как в стихотворении говорится о таких же молодых ребятах, как они, которые в свое время стали на защиту Родины. Воспитанники заставы ежегодно бывают на местах боев, где проводят работу по поднятию останков советских воинов и изучают историю места по рассказам жителей. Интерес к прошлому не утихает и дома. Ребята с интересом читают книги о войне и узнают историю своей семьи. Все стихотворения, которые посвящены войне, это неотъемлемая часть нашей истории. И это была большая честь для меня, что я приняла участие в этом проекте. Проект «Стихи живут повсюду» стартовал в июне 2019 года. Завершится он в мае, накануне 75-летия Великой Победы. Многие коллективы нашего округа и не только уже приняли в нем участие, ведь благодаря литературным произведениям каждый из нас может представить, как жили наши соотечественники в годы Великой Отечественной войны. Мы строкой посильной, своим посильным участием в поэтических чтениях можем воскрешать лучшие черты нашего народа, можем напоминать людям о том, что это было. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души рвусы земли. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Бидное ТВ. И это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!